Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Тема нашего вебинара – «Гигиена умственного труда в изменившихся социокультурных условиях современной среды». Современная социокультурная среда, в условиях которой происходит становление и мировосприятие школьников, характеризуется принципиально новыми чертами и особенностями. К таким особенностям относятся увеличение самой скорости изменений в жизни, быстрое освоение новыми поколениями жизненного опыта, социального опыта, стремительное развитие процессов интеграции и глобализации современного мира, смещение ценностных ориентаций в индустриально развитых странах, а также углубление социальных и культурных противоречий. Конечно, все это не может не отразиться на здоровье подрастающего поколения. Поэтому необходимо рассмотреть именно такую проблему, как «Гигиена умственного труда в изменившихся условиях». И нужно отметить, что избежать этого социального опыта у нас никак не получится, потому что человек большую часть своей жизни вынужден учиться, чтобы оставаться в своей сфере профессиональной деятельности на определенном этапе и не отставать от научно-технического процесса. И, исходя из этого, навыки рациональной организации умственного труда должны быть получены уже в школьные годы. И правильная организация умственной деятельности школьников предупреждает возникновение переутомления, которым на сегодняшний день страдает огромное количество населения, и не только нашей страны. Для начала хотелось бы определить, что же такое все-таки умственный труд, что такое культура умственного труда. Культура умственного труда представлена как интегративное качество личности, которое в совокупности компонентов личностного, моделационно-потребностного, интеллектуально-творческого, организационно-деятельностного определяет эффективность учебной деятельности, возможность учащегося качественно, рационально, с наименьшими затратами сил и времени выполнять умственную работу в процессе обучения. Но возникает вопрос, что мы имеем в виду под личностным, мотивационно-потребностным, интеллектуально-творчеством и организационно-деятельностным компонентом. Рассмотрим каждый из этих компонентов более подробно и сразу оговоримся, что каждый из этих компонентов имеет три уровня – выше, средний и меньше. Самый важный компонент, безусловно, это личностный компонент, так как он обеспечивает готовность обучающихся к усвоению учебного материала. Он формирует познавательную самостоятельность, которую так сложно сформировать у современных детей. При этом он формирует и позитивное отношение к обучению, потому что без позитивного отношения к обучению невозможен позитивный результат. И надо быть честными, что именно личностный компонент является ведущим, определяющим. Мотивационно-потребностный компонент. Психологи сделали такое открытие, что деятельность человека, любая деятельность, она полимотивационна, то есть имеет сразу несколько мотивов, но всегда один является ведущим. Если раньше, еще лет 15-20 назад, для ребенка было чрезвычайно важно быть успешным в плане отметок, оценок, в плане своей значимости в глазах учителя, то сейчас такая мотивация практически неприемлема. Обратите внимание, внутри класса дети, которые хорошо учатся, получают клеймо «ботаник». И это воспринимается негативно. Зато такие лидеры класса, в кавычках, которые пользуются популярностью не только внутри класса, но и в социальных сетях, ведут активную внеклассную, внешкольную жизнь, они имеют определенный авторитет. Так что же может стать мотивом? И здесь необходимо отметить, что для каждого ребенка мотив свой, но постараться научить ребенка мотивации в качестве обучения, то есть чтобы учеба стала самим мотивом, достижения в учебе, это высший пилотаж и на сегодняшний день существует масса разработок, однако абсолютно успешных нет. На мой взгляд, здесь особое значение должна играть роль родителей, которые сами должны понимать, что наибольшей степени мотивирует их ребенка, и принимать в этом активное участие. Ибо отсутствие мотива приведет к снижению успеваемости учащегося. Интеллектуально-творческий компонент. Это такой компонент, который определяется уровнем интеллекта учащегося. Именно он помогает ребенку достичь той планки, которая ему необходима и доступна по определенным умственным и внутренним компонентам возможностям. Творчество же – это вещь такая субъективная и порождает нечто качественно новое, которое не было ранее известно. И оно очень субъективно. И здесь хотелось бы сразу оговорить тот момент, что современные учителя, вы, надеюсь, обращали внимание, добавляют в свои работы всегда творческие задания. Задания, которые помогают детям раскрыться. И это чрезвычайно важно. Будучи действующим преподавателем, могу с уверенностью сказать, что есть дети, которых вообще не интересует такой предмет, как биология. Но если постараться этого ребенка включить в процесс другой точки зрения, ну, например, он любит рисовать, безумно любит рисовать, так дайте ему изучить строение определенной системы через создание атласов. И это действительно будет тем моментом, который позволит ему раскрыться и в творческом плане, и вызовет определенную мотивацию, и позволит изучить предмет. И последний компонент – организационно-деятельностный компонент. Это совокупность качеств и способностей, которые проявляются в умении определить цели, поставить задачи, которые помогут достигнуть нужной цели, наметить пути и средства достижения поставленных целей, а также умение контролировать промежуточный и конечный результат. Согласитесь, что сегодняшняя педагогика идет в направлении того, чтобы ребенок сам мог оценивать себя, сам мог правильно простраивать свои траектории движения в том или ином предмете. Но для этого необходима определенная теоретическая база, и эта база включает в себя не только учебники и рабочие программы учителя, но и должна предусматривать определенные траектории движения для каждого ученика. В таком случае мы позволим ребенку самостоятельно выстраивать тот путь и учиться ставить и достигать цели, а также планировать свое время. Нужно отметить, что данный компонент включает в себя и гигиенические требования, потому что отсутствие организации труда также приводит к снижению результата. Какие можно выделить виды умственной деятельности? Их три. Мы очень часто замечаем, как дети иногда на уроке очень быстро устают. С чем это бывает связано? Или почему наоборот? Дети во время урока не испытывают переутомления, переутомления и работают достаточно активно. Безусловно, интерес. Безусловно, высокий познавательный интерес и поставленная задача, которая им интересна для решения. Но если быть совершенно честными в плане психологической классификации видов умственной деятельности, то можно выделить легкую умственную работу. Это чтение художественной литературы, разговор с интересным собеседником. Почему мы и стремимся посадить их в группы. Наступление утомления достаточно длительное. То есть ребенок долго может быть в таком состоянии, не утомляясь. Оперативное мышление. Это повторение пройденного материала, решение математических задач по известному алгоритму, перевод иностранного текста на русский язык с использованием словаря, собственных каких-то записей. Утомление наступает через полтора-два часа. И работа, отличающая наиболее высокой интенсивности. Усвоение новой информации, создание новых представлений на базе старых. Утомление наступит достаточно быстро, через 45 минут. И необходимо, вот в эти промежутки, знаем эти промежутки, делать перерыв. Перерыв на 5-10 минут никак не повлияет на отключение учащегося от процесса. С чем это связано? С тем, что процессы в головном мозге, то есть связи между нейронами, затухают достаточно долго. И 5-10 минут не вызовет затухание нервной активности в коре головного мозга. И как следствие, ребенок не успевает забыть то, что он делал до этого. А эти 10-15 минут необходимо насытить физическими упражнениями. Целый ряд исследований подтвердил, что активная работа мышц подзаряжает нейроны головного мозга. И это действительно так. Перемещается центр доминанта на физическую работу. Мозг расслабляется, отдыхает. А при этом нейроны возвращаются в исходное состояние. Если говорить совсем доступно. Гигиена умственного труда – это система мер, направленных на длительное сохранение высокой умственной работоспособности. Существуют различные высказывания по этому поводу. И вот я выделила 4, которые являются основными и на базе которых можно будет в дальнейшем строить определенные рекомендации. Как для детей, так и для нас с вами. Ибо мы тоже подвержены переутомлению чрезвычайно сильно. Первое. Высказывание Веденского о том, что многие люди работают малопроизводительно, быстро, устают только потому, что не умеют организовать свой труд. Монотонность и однообразие действительно утомляют. Аккуратность, соблюдение планов, сосредоточенность внимания, творческий подъем, усидчивость повышают эффективность умственного труда. И, конечно, нужно учитывать индивидуальную работоспособность. Не только в течение дня, так как мы делимся, и дети делятся носов и жаранков, но и в течение недели и в течение года. Потому что кто-то интенсивнее работает осенью, а для кого-то весна – это самый продуктивный период. Очень мало людей активируется зимой. Организм по биологическим часам впадает в спячку. Для соблюдения гигиены умственного труда имеют значение следующие факторы. Первый фактор – ненапряженная поза. Безусловно, я более чем уверена, что вы наблюдали за тем, что наша поза, от нашей позы зависит то, как мы работаем, насколько продуктивно мы работаем. Если мы сидим скрючившись над столом, точно так же и дети. Если нам неудобно, нам что-то жмет в одежде, нам передавливает горло, воротник, перетягивает шею, воротник, то работа идет неэффективно, начинается голодная боль. С чем это связано? С тем, что сосуды, это и мелкие, и крупные сосуды, они блокируются, правоснабжение головного мозга ухудшается, и в результате этого нарушается доступ к кислороду, и нейроны начинают работать гораздо хуже. Поэтому важное значение имеет поза, а также одежда, в которой мы приступаем к работе. Достаточная освещенность рабочего места – тоже очень важный компонент. Благоприятная температура и частота воздуха. Здесь важным моментом является температура не выше 18-22 градусов и влажность 50-70%. В момент, так как мы живем в основном в средней полосе, то при включении отопления в помещениях воздух становится чрезвычайно сухой. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы работал увлажнитель, потому что именно он позволит поддержать определенную влажность воздуха и сохранить рабочий дух наших учащихся. Тишина. Что касается тишины, здесь хотелось бы поговорить вот о каком нюансе. Тишина важна. Но согласитесь, что абсолютной тишины достичь на уроках удается крайне редко. И эта тишина в основном сопровождается разговором учителя. То есть ребенок все равно не находится в полной тишине. Тишина. Те дети, у которых сформировано умение работать только в полной тишине, очень сильно страдают на экзаменах, которые проводятся в 9-11 классе. Потому что внутри аудитории все равно абсолютной тишины не получается соблюсти. Это и шуршание листиков, и просьба добавить листы, и просьба выхода в туалет. В результате дети отвлекаются. И недавно исследования показали, что дети, привыкшие работать в тишине, при этом имеющие достаточно высокие показатели, непосредственно на экзамене показывают результат гораздо хуже. И это, безусловно, связано с тем, что они не приучены работать в шуме. Вот здесь такая палка о двух концах. Полностью соблюдать тишину или учить детей работать при небольшом звуковом сопровождении. Здесь решать вам. Я лично считаю, что дети должны уметь сосредоточиться в ситуации, когда есть пусть небольшой, но внешний шум. Хотя с позиции легены умственного труда это неправильно. Но, с другой стороны, это не приспосабливает их к работе на экзаменах. И, конечно, активный отдых, физические упражнения. Часто мы берем часть перемен в качестве урока. И чем бы нам это ни грозило, мы все равно вынуждены это сделать, оправдывая себя тем, что часть урока потратили на разговор, выяснение каких-то обстоятельств. Но это неправильно. Потому что 45 минут – это идеальный временной показатель урока. И потом должна быть перемена, на которой ребенок должен отдыхать активно. О переменах поговорим чуть-чуть позже, о том, как их организовывать и что на них делать. Гигиена умственного труда включает ряд специальных рекомендаций. Это, как я уже отмечала, наличие строгого распорядка, благоприятная психологическая обстановка, благоприятные условия среды, осознанность целей, задания и увлеченности, постоянное умственное и духовное развитие, пополнение знаний. Вот эти пять слонов, на которых держится гигиена умственного труда. Нужно отметить относительно каждой из этих рекомендаций следующие вещи. Наличие строгого распорядка дня. Давайте пока не трогать детей. Вспомним нас. С вами в сентябре месяц. Расписание еще не составлено. Оно еще плавает. Первую неделю. В результате масса дел наваливается одновременно. Заканчивается все тем, что к концу сентября мы чувствуем себя опустошенными и очень-очень уставшими. А теперь представьте, наша нервная система уже сформировалась. А нервная система детей, которая еще на грани формирования, где нейронные механизмы не установлены, прочие. Конечно, в конце сентября они испытывают дикую усталость, только потому, что не существует распорядка дня. И они только включаются в работу. Благоприятная психологическая обстановка. Каждый знает, что работать в коллективе, где как классе, так и коллективе взрослым, где на первом месте сплетни, склоки, разборки, очень-очень тяжело. Поэтому ситуация доброжелательности, улыбчивости, благонастроенности, все это приводит к тому, что повышается уровень интеллектуальной и умственной деятельности, как взрослых, так и детей. Благоприятные условия среды, мы об этом уже говорили с вами, о определенной температуре и влажности. Но, наверное, нужно добавить еще и общее оформление кабинетов, в котором у ребенка должен возникать определенный настрой на определенные предметы. Если нам кажется на сегодняшний день бессмысленными стенды, доски, портреты, таблицы, то на самом деле это все создает определенное настроение у учащихся и включает их в работу. Осознанность цели, задания и увлеченность. Согласитесь, труд, цель которого мы не понимаем, монотонен и неинтересен. Мы устаем, очень быстро устаем. Но если мы осознаем цель, если мы поймем, как к этой цели идти, труд становится безумно интересным, появляется увлеченность работой. А увлеченность работой – это один из основных факторов высокой производительности труда. Ну и постоянное умственное и духовное развитие. Здесь нужно отметить, что если человек выбирает интеллектуальную деятельность, то он должен понимать, что учиться он будет в течение всей своей жизни. Однако мы не можем говорить об одностороннем обучении. И это связано прежде всего с тем, что кругозор должен быть широким. И, наверное, не совсем верно то, что на сегодняшний день, в 10-11 классе, дети выбирают профиль и забрасывают остальные предметы. Кругозор очень сильно сужается. А значит, решение задач, творческое решение задач, нестандартное, усложняется даже в выбранном ими направлении. Поэтому здесь нужно понимать, что кругозор должен расширяться и по возможности быть сформированным до 9 класса, пока не происходит разделение. Что касается дальнейшего разделения, то здесь возможна компенсация развития кругозора, он называется, всю жизнь через дополнительные кружки и увлечения. Так все же, что такое у нас утомление? Утомление характеризуется временным снижением работоспособности. И оно развивается под влиянием умственной и физической нагрузки. Но физическая нагрузка нас сейчас в такой большой степени не интересует. Патология или утомление? Нет. Утомление – это нормальное физиологическое состояние, достигая которого наш организм тренируется. И в дальнейшем утомление наступает при еще больших нервно-психических нагрузках. После достаточного отдыха утомление проходит. А если отдыха недостаточно, то наступит переутомление. И нужно отметить, что многие родители и некоторые обучающие на сегодняшний день системы говорят о том, что детей не надо переутомлять, дети должны в игровой форме все воспринимать, принимать. И не надо напрягать детей вообще – это неверно. Потому что легкое учение приносит очень большой вред. Это связано с тем, что не позволяет раскрыться полностью генетически обусловленным способностям человека. Не развивает ни волю, ни усидчивость. Недозагрузка коры головного мозга умственным трудом также отрицательно влияет на дальнейшее развитие ребенка, как и ее перезагрузка. Каковы же все-таки симптомы утомления? Вот сейчас, прежде чем я переключу на симптомы переутомления, подумайте, с чем вы сталкиваетесь к концу сентября и к концу мая. Это головная боль, недосып, постоянное желание поспать. Нервная система напряжена до такой степени, что вы можете сорваться по любым мелочам. И пусть в школе вы контролируете себя, то весь срыв приходится на ваших домашних. А теперь посмотрите, какие симптомы. Головная боль, головокружение, быстро наступающая слабость, покраснение конъюнктивы глаз, покраснение ушных раковин. Вот здесь попрошу вас сделать особый акцент. Очень часто на уроках мы видим, как у детей краснеют уши. Это выглядит достаточно смешно, но для нас с вами это первый звоночек того, что дети переутомились. И пусть это будет один ребенок, значит, это касается всех. Понижение аппетита, нарушение сна, даже температура тела повышается, ухудшение памяти, рассеянность, раздражительность, плаксивость. Все это симптомы утомления. А если вы встречаете у себя более нескольких симптомов, то это значит переутомление. И если человек не восстанавливает силы после утомления, то наступает переутомление. А переутомление это сложная вещь, которая приводит к развитию нервно-психических заболеваний. Если нас с вами не обязательно везти к врачу, а достаточно отправить отдохнуть, то ребенка, особенно начальник школы с переутомлением, следует показать врачу, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие потолок. И тут возникает вопрос. А как понять, что дети переутомлены? Любой классный руководитель, общаясь с детьми на переменах, после урока, он видит, как меняется ребенок. Он видит их повышенную тревожность или чувствительность, эмоциональную неустойчивость, склонность к самообвинению, необщительность, реакции истерического типа, взрывчатость. И, конечно, реакции навязчивого типа. Вы знаете, в последние 2-3 года я сталкивалась с проблемой того, что у детей к концу мая вдруг начинают развиваться такие навязчивые состояния, как у меня что-то болит, диагноз не могут поставить. Я долго понять не могла, с чем это связано. А это связано со СМИ, с использованием компьютера, слишком много ненужной им информации, и плюс переутомление. Приходят в сентябре как новенькие, ничего не болит, все хорошо, все замечательно. То есть происходит ответная реакция тела, психосоматика включается в работу. Двигаемся дальше. К чему же приводит, если все-таки наступило переутомление, мы не соблюдаем гигиену умственного труда, что же мы получаем? А получаем мы так называемые школьные болезни. Это и нарушение осанки, и сколиоза, и ранняя близорукость. Как же избежать этих болезней? Банальный совет, соблюдать режим дня и рационально организовать занятия, избежать которых невозможно. Нужно отметить, что все, что мы заложим в детстве, все отразится в юности и тем более в сознательном, скажем так, молодом возрасте и в старости. Осанка школьника нестабильна, и вы понимаете, что не произошло еще окончательного окостенения. Поэтому позвоночник крутится во все стороны. И если он неправильно сидит, если неправильно подобрана парта, стул, в результате мы получаем эффект сколиоза. Обратите внимание на безумно интересные данные, которые были получены в результате профилактического осмотра детей в одном из регионов Российской Федерации до 14 лет. Если присмотреться к этому графику, то видно, что у нас происходит с остротой зрения. Посмотрите, как увеличивается потеря зрения к 4-5 классу, когда увеличивается нагрузка. Посмотрите, как изменяется показатель сколиоза, тоже увеличивается к 4-5 классу. А интересные данные нам говорят вот о чем. В странах Азии и Африки, где большая часть населения за партой сидит от силы 2-3 класса и больше не учится, практически не имеет таких заболеваний, как близорукость и сколиоз. Более интересный факт. Когда попытались выявить, у кого эти заболевания, школьные болезни, сколиоз и близорукость, более раз уже, оказалось у девочек. А с чем это связано? С тем, что девочки более ответственно подходят к учебе. То есть более прилежные, честно выполняют все поставленные задания. И даже если учитель нечаянно ошибся и задал в 2 раза больше, чем должен был задать, девочке все равно это сделать. Я имею в виду не всех девочек, а основную массу девочек. И вот это лимон, которое сейчас на наших девочках очки одела, значит, отличница, больно обидно, но факт. Действительно, чем больше они учатся, чем больше они читают, тем хуже их зрение. Почему же мы все учились, почему же этого не было при нас? Да потому что объем информации, который предлагался нам, был во много раз меньше, чем тот объем информации, которым мы нагружаем детей на сегодняшний день. Ну вот на данной картинке у меня развитие сколиоза. И здесь, наверное, не нужно быть врачом, чтобы сразу диагностировать у ребенка сколиоз, если вы увидели истребление. Причем здесь крайний случай показывает. На самом деле, если одно плечо чуть ниже другого, вы уже можете говорить о начальной стадии сколиоза. Хотелось бы сказать, что первая степень сколиоза не требует особого лечения, однако нужно выполнить следующие рекомендации. Задание домашний ребенок должен делать как можно быстрее, меньше времени проводить за рабочим столом. Нельзя препятствовать активному отдыху ребенка. Питание насытить необходимо кальцием и витаминами. Из спортивных заданий сразу же, занятий сразу же исключаем тяжелую атлетику или спорт с элементами тяжелой атлетики. Гимнастику. Оставляем хождение на лыжах. Плавание. Итог плавания в расах. Почему? Потому что все ротационные, то есть круговые движения позвоночника будут приводить в дальнейшем к его еще большему искривлению. И все-таки, какие гигиенические требования мы можем предъявить к школьному режиму? Здесь нужно отметить следующее, что основными элементами школьного режима являются продолжительность учебного года и перерывы в течение календарного года, правильная организация приема детей в школу, продолжительность учебного дня, также продолжительность урока и правильное его построение, на этом мы остановимся особенно подробно, нормальное распределение предметов в зависимости от их степени трудности, рациональная организация перемен, своевременный прием пищи, готовность к помещениям и нормирование во времени внеклассной работы. Также очень важно учитывать количество задаваемых на дом уроков, и чтобы школьный режим совмещался бы с круглосуточным режимом учащегося. И нужно сразу отмечить тот факт, что каждая школа преследует свою цель. Никто не вправе эту цель менять, но для достижения этой цели нужно стараться удерживать гигиенические нормы, чтобы не покалечить здоровье ребенка. Начнем с первой продолжительности учебного года. Понятное дело, что нельзя все классы ставить в одну линейку. Почему нельзя их ставить? Да потому что разное состояние нервной системы, уровень созревания нервной системы, плюс ко всему физическое состояние ребенка тоже разное, где 7 лет, где 14 лет. И вот первое, что мы должны регламентировать в соответствии с возрастом учащихся, определенные перерывы. Хотелось бы остановиться на том, что сегодня в наших школах каникулы по-разному выглядят. Кто-то учится по триместрам, у кого-то квинты, кто-то продолжает учиться по четвертям. Что наиболее приятно? Работая в разных школах, можно сказать, что каникулы в конце сентября, первой недели октября, то есть что характерно для триместров, очень важны. Почему они важны? Потому что после вот этого сентябрьского включения в работу, необходимо передохнуть и привести мысли в порядок. И не только детям, но и учителям. Поэтому вот эта неделя, первая неделя октября, достаточно важна и дает детям возможность выдохнуть. И нам с вами тоже выдохнуть. Ну, учебный год, не открою Америку, если скажу, что учебный год начинается с 1 сентября. И во первом-третьем классе длится до 20 мая. В четвертых, седьмых классах до 30 мая. Восьмых и десятых классах тоже до 30 мая. Девятый и одиннадцатый класс заканчивают в районе 25 мая. Летние каникулы самые продолжительные, позволяют ребенку восстановиться по максимуму. Именно поэтому в летний период они растут. Часто говорят, дети растут летом, потому что солнышко. Не только. Потому что они активно двигаются. Чем больше двигается ребенок, тем больше потенциал роста проявляется. И нужно заметить тот факт, что необходимо удерживать в голове общее состояние класса. Очень часто бывает так, что первый класс просто не дотягивает на последнем отдыхании. Дотягивает до каникул. И здесь вот настоятельная рекомендация. Попробуйте последнюю неделю перед каникулами. Если вы видите, что класс устал провести проектную задачу, игровую проектную задачу. Тогда дети сразу воспрянут духом и каникулам подойдут уже подготовленные. Правильная организация приема детей в школу. Вот здесь хотелось бы с вами особенно поговорить о том, что... Когда отдавать ребенка в школу? Современные мамы стремятся отдать ребенка как можно раньше. Они научат его читать, писать, даже считать. Ребенок прекрасно излагает стихи. Но готов ли он психоэмоционально? Готов ли он учиться в большом коллективе, а не индивидуально? Как он воспринимает рекомендации или же отзывы? Понимает ли он, что учитель относится негативно не к нему, а к тому, что он сделал, если учитель отмечает красной или зеленой ручкой неправильно написанное предложение или палочка в тетрадке? В каком же все-таки возрасте лучше отдать ребенка? Для этого необходима работа нейрофизиолога, который должен посмотреть ребенка, должен понять, готов ли он жить и быть в большом коллективе. И работы одного психолога здесь определенно недостаточно. Я не говорю о том, что не надо учить ребенка читать и писать. Это необходимо, но не делать из этого самоцели. В конце концов, в чем задача школы? Это научить его этому, а не проверять, как научили его родители. А если родители учат, если это превращается в их самоцель, то страдает что? Эмоциональный фон ребенка. Страдает его эмоциональный настрой, его нервная система, и ребенок становится рассеянным, раздражительным, и он уже не хочет учиться. А наша цель – создать мотивацию к обучению. Нужно также отметить и тот факт, что дети в 7 лет очень тяжело приживаются к новым условиям. Очень тяжело. Поэтому наиболее приемлемый вариант для первоклассников – это начать первую неделю непосредственно с включения в школьную жизнь. Пусть она и будет называться «Видение в школьную жизнь». Пусть они вместе делают проектные задачи, пусть они знакомятся со старшими классами. Перевести это все в такую форму, которая будет через игру обучать их тем приемам, которые потребуются в дальнейшем. Также очень важно, чтобы перед началом учебного года, перед первым сентябрем, ребенок строит в голове прекрасные планы о том, как это будет в школе. Приходит, ему ничего не нравится. Чтобы он понял, что его ждет, необходимо провести встречу детей с учителем и посадить их в классе за парт, определить место каждого в классе с учетом их патологии зрения или слуха, если такие дети есть, и дать им почувствовать себя в роли учеников. Тогда к первому сентября они будут готовы прийти и сесть в класс. Но встреча такая должна проходить только тогда, когда кабинеты школы готовы, когда все развешено, все почищено, все очень аккуратно, и длиться она не должна больше часа. И, конечно, это не должны быть никакие занятия. И еще один момент. Когда мы проводим подготовку детей к школе, мы в основном занимаемся с ними обучением чтению письму начальным этапом, некоторым начальным этапом. А я считаю, что очень важно включить сюда и физкультурные минутки, минутки лечебной гимнастики. Мы говорим о том, что согласно гигиене и умственного труда необходимо соблюдать правильную позу. Как он будет соблюдать, если его мышцы не разные? Почему в течение этого года, подготовительного года, не заниматься тем, чтобы подготовить мышцы спины и пресса ребенка к тому, что ему предстоит отсидеть за пастой 40-45 минут. Так вот, на мой взгляд, чрезвычайно важно включить вот этот компонент лечебной физкультуры, или правильно ее назвать, профилактической физкультуры 45-минутной, в процесс обучения, пусть даже два раза в неделю. Мышцы ребенка крепнут и будут готовы к тому, чтобы начать обучение сидя за парком. Продолжительность учебного дня. Больная тема для нас всех. Единственное, что мы должны четко удерживать в голове, что в первом классе уроки не должны быть более трех часов. И по возможности последний урок, я предвижу возмущение, но так было бы правильно. По возможности последний урок должен быть пение, физкультура, то есть то, что детей развлечет и позволит им выплеснуть накопившийся актив внутри мышечной и нервной системы. Хотелось бы также отметить, что занятия должны начинаться не ранее восьми утра. Вы знаете, сейчас очень модно ставить нулевые уроки, но ребенок не может не высыпаться. Если в школе нет двух смен, то очень важно, чтобы уроки начинались в девять часов. Не должен ребенок бежать в школу, бояться опоздать, наставь перехватывать кутерброды. Он не должен приходить в школу во взрывном настроении. Поэтому настоятельная рекомендация, чтобы занятия начинались наиболее удобное время, тем более с учетом условий средней полосы, когда ребенок приходит в школу затемно и уходит затемно. Здесь для эмоционального и зрительного фактора это очень важный момент начала в девять утра. Это занятие, опять-таки, по возможности. И, конечно, приучить и ребенка, и взрослых, которые его приводят, приходить в школу на десять минут раньше, чтобы успеть выдохнуть, а не на ходу скидывать куртку и бежать на урок. И переходим к очень такой шаркой, опасной теме построения учебного дня. Вот я не знаю, я не вижу сейчас переписку, но я думаю, что среди тех, кто присутствует на вебинаре, есть заучи. И они прекрасно знают, как составлять расписание. А теперь хотелось бы вас немного огорчить. А учитываете ли вы время урока, например, по окружающему миру, где будет использоваться микроскоп, чтобы окна кабинета не выходили на запад и солнечные лучи не падали под прямым углом непосредственно на микроскоп? Гигиеническое требование, которое я сейчас озвучиваю. Далее. Понимаете ли вы, что первыми уроками мы должны ставить то, что наиболее сложно. А что наиболее сложно, на наш с вами взгляд, русский, математика? А теперь посмотрите шкала сложности урока. Иностранные языки и математика, физика, химия, история, естествознание, география, только потом родной язык и литература. Видите? То есть получается, что естествознание, ну в том числе биология, география, сложнее, нежели родной язык и литература. Учителя русского языка сейчас возмущаются. И я с вами абсолютно согласна. Так вот, необходимо так распределить уроки, чтобы два сложных урока по уровню сложности не сочетались. Чтобы при этом, если был урок там, где использовалась кисть, много писалось, не должен совмещаться со следующим уроком, где тоже придется много писать. Как это сделать? Ну как, учитель должен на уроке дать диктант, учитель должен объяснить какие-то упражнения и так далее и тому подобное. И здесь, вот, я просто не могу обойти эту тему. Мимо, мне бы хотелось сказать, что есть решение. Вы действительно можете продиктовать диктант, рука поработала у ребенка, второклассника, третиклассника, а что делать дальше, если вам необходимо определиться с упражнениями какими-то дальше? И здесь мы предлагаем, да не только мы, в продаже их очень много, различные электронные тренажеры. Вот, например, на сайте Академа книга учебник я открою, ну, допустим, русский язык. Открою второй класс. Вот мы видим, да, здесь различные упражнения, задания. То есть снизим игровой, перейдем к другому уровню. Сейчас, сейчас, вот тренажеры у нас есть. Открываем, можем посмотреть различные задания, где просто необходимо что-то отметить и так далее и тому подобное. То есть, используя тетради для самостоятельной работы в электронной форме, второй класс, пожалуйста, открываем тетрадь для самостоятельной работы. Вроде бы все как в письменном учебнике, но рукописно не надо писать, а можно перетягивать, вставлять и так далее. Видите, вот я могу буквы перетягивать и не напрягать кисть руки. Возвращаемся к нашей презентации. Что еще, о чем еще хотелось бы поговорить? Ну, необходимо, чтобы учитывалось дневное освещение, как я уже сказала, хотя делать это достаточно сложно. И по возможности каждый учитель, не напрягая зауче, должен совмещать требования, предъявленные гигиеническими нормами, к своему уроку. То есть, понимая, что дети пришли с русского языка, учитель биологии не должен заставлять их писать конспекты, а должен переключить их внимание, например, на работу с микроскопом или на определенные зарисы. Что касается перемены, то это, как я уже отмечала, чрезвычайно важный фактор. Они обеспечивают не просто перерывы между каждым уроком, они настраивают детей на новый урок. Именно во время перемены необходимо дать мышцам туловище выправиться, нейтрализовать долгое внимание, которое было сконцентрировано. И здесь нужно отметить, что перемены должны быть организованы. Просто бесцельное бегание по коридорам с окриками учителей на тему «Перестань бегать, Иванок, Петров, перестань лезть на подоконник» бессмысленно, это не вот. Здесь необходимо устраивать физкульт-минутки, разбиться по интересам. Например, кто-то работает с песком, кто-то с бумагой, оригами собирает. То есть дети должны сидеть по группам интересов. Девочки могут сидеть, смотреть журнал, если им так легче в валяжной позе. Именно поэтому массово ставят диваны в школах, чтобы дети могли принять удобную позу на перемене. И тогда не придется ни ругаться, ни кричать на детей на перемене с целью соблюсти определенный порядок. В идеале вывести их во двор, но там, где минус 30, вывести детей во двор на перемене, значит сорвать следующий урок. Пока оденутся, пока разденутся. Что они там будут делать и придут ли они мокрые и красные с мокрой головой. Поэтому мы с вами понимаем, что делать это достаточно сложно. Что касается домашних заданий. Ну, здесь каждый учитель считает, что его предмет супер-пупер важен. Поэтому задает максимальное задание, которое предусмотрено программой. Но эта программа не предусматривает, что такие же задания заданы по русскому, по математике, по окружающему миру и так далее и тому подобное. В результате необходимо, чтобы мы с вами, как учителя, ограничивали бы количество домашних заданий и по максимуму. Все бы они учили на уроке. Тогда возникает интерес к предмету, ибо не появится провальных мест. Вслед за окончанием урока в школе, дети обязательно должны сходить домой и отдохнуть. Причем я не говорю о том, что они должны бесцельно слоняться по улице. Они могут заняться физической подготовкой, ну, в какие-то кружки сходить, на танцы и так далее и тому подобное. И грамотно организованный выход из школы тоже снимает стресс. Когда выбегает толпа с криком «Ура!» домой, это страшно. Масса трав, масса последствий. Чтобы этого не было, их надо приучить к организационному выходу из классов в определенной последовательности. Тогда мы уменьшим количество травмоопасных моментов и по возможности развести выход младшеклассников и старшеклассников. Или хотя бы разделить их раздевалки. И в заключении хотелось бы сказать о том, как же избежать утомления. Ну, значит, первое. Это касается, я постаралась составить рекомендации, не только исходя из интересов детей, но и из интересов нас с вами. Потому что мы подвержены утомлению, переутомлению ничуть не меньше в силу сложившихся новых социально-культурных условий. Согласитесь, что то, когда нам предоставили работу с электронным журналом пару лет назад, вызвало огромный стресс. А у людей, которые имеют огромный стаж работы, являются прекрасными преподавателями, не умеют работать с компьютером, это было огромным стрессом. Соответственно, в тот год уровень переутомления учителей зашкаливал, потому что мы все учились работать с электронным журналом. Когда появились только презентации, интерактивные доски, мы обучались, ну, мы стремились к новому, но при этом все у нас преследовало вечное, в кавычках, переутомление. Итак, каковы же все-таки рекомендации? Первое. Суммарная дневная нагрузка учащихся и в идеале нас с вами не должна превышать 7-8 часов в сутки. Это с учетом и домашних заданий, и работы в школе. При составлении расписания уроков нужно учитывать возрастные особенности и динамику их работоспособности. Понятное дело, что они лучше работают на первых уроках, нежели на последних. В понедельник и в субботу работоспособность обычно падает, и она самая низкая, потому что в понедельник они включаются в работу, те, у кого суббота, а у кого пятница, последний день, они выключились уже из работы. Правильно организованность психофизиологических позиций урок также влияет на состояние умственной работоспособности учащихся. Что я могу здесь порекомендовать? Это смена видов деятельности непосредственно в своем уроке. И позволить ученику самому дойти до поставленной учителем цели. То есть совершенно не важно, раз будете вы рассказывать ему этот материал или нет. Очень важен момент того, что ребенок, получив цель, видя цель, будет сам достигать ее через чтение текстов, через работу со схемами, таблицами и так далее. Нельзя увеличивать, как мы уже с вами договорились, объем домашних заданий, а тем более на понедельник. Поддерживать гигиеническое состояние учебных помещений, положительный эмоциональный настрой. Учитель, зашедший в класс и с окриками, с криками, со словами «Ну, что, двоечники, а это не выучили урок?» Конечно, не добьется высокого уровня работы детей на уроке. Смех, улыбка, стремление детей включить в работу через игру. Вот к чему мы должны стремиться. Ну и при организации отдыха вне школы, в первую очередь, нужно учитывать интересы детей, а не заставлять их делать то, что им неинтересно. И еще несколько рекомендаций. Втягиваться в работу нужно постепенно, нельзя сразу включаться в работу. Подбирать удобный для себя ритм, оптимальный, потому что каждый из нас знает, когда ему лучше работать. Соблюдать привычную последовательность и систематичность умственной работы. И установить правильное рациональное чередование труда и отдыха. Вот такие рекомендации для успешного умственного труда в изменившихся условиях. Коллеги, я рассказала все, что хотела. Надеюсь, мои рекомендации были для вас важны. Поэтому сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Спасибо.